Небольшой перерыв на каникулы и вновь в работу. Депутаты городского совета провели очередную сессию. На повестке дня вопрос эффективности муниципальных предприятий, готовность образовательных учреждений к учебному году, отчет о работе отдела МВД, занятость молодежи и другие. В Кумертау ведут свою деятельность по разным направлениям 12 муниципальных предприятий. По вопросу об эффективности работы муниципальных предприятий докладывала первый заместитель главы администрации Ирина Голованова. Муниципальные предприятия в основном действуют и несут социальную нагрузку в тех сферах, где частный бизнес, как правило, неэффективен. В целях объективной оценки использования финансовых ресурсов, оптимизации и эффективности использования муниципального имущества, повышение ответственности руководителей муниципальных унитарных предприятий за результаты работы предприятий администрации городского округа города Кумертау, проводится ряд мероприятий по повышению и контролю эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий. В городе создана и действует балансовая комиссия, на заседаниях которой ежегодно подводятся итоги финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий. Ежегодно по итогам заседания балансовой комиссии составляются протоколы. Администрацией города ведется планомерная работа по повышению эффективности мупов. Проводится анализ деятельности, ведется контроль за исправлением выявляемых недостатков, оказывается помощь по приобретению техники. Так, в 2014 году закуплено 14 единиц коммунальной техники на сумму свыше 36 миллионов рублей. Как показал анализ деятельности, мупы работают удовлетворительно. К такой оценке приводят множество факторов. Это и отсутствие опыта по инновационным методам работы по оказанию платных услуг, и низкие цены на услуги по сравнению с частным бизнесом, и отсутствие квалифицированных кадров. Однако Ирина Александровна отметила, что одним из основных критериев эффективности работы муниципальных предприятий является рост уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг и товаров. Учитывая, что муниципальные предприятия заняли свои ниши в определенных стратегических отраслях экономики города и уже не первый год осуществляют свою деятельность, большинство из них имеют резервы для дальнейшего развития. 268 административных дел рассмотрено в первом полугодии текущего года административной комиссии. По части дел выносится предупреждение, по части – финансовое наказание. Основными проблемами в работе административной комиссии являются уклонения лиц, в отношении которых ведется административное производство, от получения повестки, неявки на заседании комиссии, а также уклонения наказанных от оплаты штрафов. На сумму 190 400 рублей начислено штрафов, однако взысканные из них пока только 77 тысяч. Об этом рассказал заместитель главы администрации по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Юрий Куров. Начальник отдела МВД России по городу Кумертау Алексей Киселев проинформировал присутствующих о деятельности отдела за 7 месяцев 2014 года. Он отметил, что отделом достигнуты определенные положительные результаты. Например, сократилось число преступлений. Общее число тяжких и особо тяжких преступлений посягать снизилось на 25,8%, со 120 до 89, а их удельный вес в общей структуре преступности составил 15,3, в прошлый год был 17,4, по РБ этот показатель составляет 21,2. Меньше совершенного уличных преступлений на 9%, 132 минус 13, и в состоянии опьянения на 7,3, 190 минус 15. Снижена криминальная активность со стороны лица, ранее нарушавших закон, на 8,2, 247 минус 2, в том числе судимых на 12,1%, 167 минус 23. Сократилось количество зарегистрированных фактов причинения тяжкого вреда здоровья на 56,5%, 10 минус 13, в том числе опьянших смерть на 70%, 3 минус 7. Зарегистрировано 4 убийства, минус 1 или минус 20%. Снизилось общее количество краж 197 минус 73, в том числе квартирных краж 8 минус 8, кража из автомототранспорта 28 минус 13, на 18,2 меньше зарегистрированных грабежей, 18 минус 4. Фактов мошенничества общей уголовной управленности на 32,8, 43 минус 21, ДТП со смертельными исходами на 50%, 1 минус 1. Преступление экономической направленности зарегистрировано больше на 50%, в том числе сотрудникам ОВД выявлено 16 плюс 4 количество тяжких и особо тяжких преступлений данной категории, и это возросло на 125%. Вместе с тем, по отдельному ряду направлений намечается негативная тенденция. Например, снизились показатели по раскрываемости. И это связано, как сказал Алексей Иванович, не с плохой работой полиции, а системой подсчета. Не обошлось на этом заседании народных избранников и безотмены ранее принятых решений. И это коснулось вопроса о предоставлении бесплатных земельных участков социально ориентированным организациям. Бесплатного не будет. В настоящее время отпала правовая возможность такого предоставления земельных участков в связи с тем, что в республиканский закон Республики Башкортостан было по решению арбитражного суда внесено изменение, где было сказано, что такие земельные участки нельзя предоставлять бесплатно. То есть, если в республиканском законодательстве не предусмотрена возможность бесплатного предоставления, сама необходимость такого порядка в городе Кумертау отпала. Еще несколько дней и дети пойдут в школу. Готовы ли образовательные учреждения принять детей? Об этом доложила директор управления образования Ольга Музюкина. На 1 сентября этого года в городе будет работать 12 школ, 23 детских сада и 4 учреждения дополнительного образования детей. Все образовательные учреждения к 1 сентября будут готовы. И хочу сказать, что аварийных зданий, школ, детских садов, учреждений доп. образования у нас нет. В образовательных учреждениях проведены необходимые работы по капитальному ремонту кровель, систему отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, вентиляции, окон ограждений. Выполнен ремонт внутренних помещений. 47% населения в нашем городе молодежь в возрасте до 35 лет. Работу с молодыми ведет отдел развития социальной сферы, молодежной политики и спорта совместно с Центром самоцвета и РКЦ. Работа построена на исполнении муниципальной программы развития молодежной политики на территории города Кумертау на 2014-2017 годы, а также по исполнению планов по направлениям работы. При активном участии отдела в 2013-2014 году проведен ряд мероприятий, культурно-массовых, молодежных мероприятий, которые традиционно проводятся в городе. Всего же на сессию было вынесено 11 вопросов, по которым и были приняты решения. Приятный момент продолжил заседание медалями за заслуги в патриотическом воспитании молодежи. Награждены заместитель главы администрации по соц. вопросам Наталья Лапшина и участник боевых действий Григорий Юркин. Не обошли вниманием и один из самых острых вопросов времени – нестабильная политическая ситуация на Украине и поток беженцев в Россию. В Кумертау уже более двух сотен вынужденных переселенцев. Город достойно принял людей, вынужденных покинуть свою родину. Однако возникает целый ряд проблем и вопросов. Уважаемые руководители, я хочу к вам еще раз обратиться, чтобы вы провели работу в своих коллективах по снятию различных слухов и собственных доводов людей о том, какая-то помощь предоставляется беженцам централизованно. Я еще раз хочу подчеркнуть, что те 800 рублей, которые выделяет Российская Федерация в те субъекты Федерации, которые принимают беженцев, предоставляются для возмещения затрат тем учреждениям, в которых организованы пункты временного размещения. Что это значит? Это значит, перечислением, а естественно неналичными деньгами, этому учреждению будет возмещено затраты на организацию социально-бытового обслуживания. Это проживание, предоставление комнат, постельного белья, коммунальных услуг и так далее, и питание. Никто эти деньги налично не получает, и беженцам они не выдаются. Эти люди, 152 человека, которые прибыли в наш город, они размещены в пяти таких пунктах. И по количеству человек эти учреждения в лучшем случае осенью получат деньги по возмещению затрат, которые они сейчас несут. Поэтому еще раз нашим горожанам, вашим работникам объясните объективно сложившуюся ситуацию, чтобы у нас не было собственных доводов, домыслов и придумок. Во-вторых, люди у нас, конечно, осваиваются и ищут работу. Никакого жилья специально подготовленного, а вы ситуацию в городе прекрасно знаете, у нас нет. И нигде нет. Поэтому они, устроившись на работу, должны будут это жилье снимать за такую же коммерческую цену, которую предлагают наши жители, предлагает рынок жилья. Поэтому еще раз также объясните по этому вопросу, что никакие квартиры им специально здесь не подготовлены, никакие льготы и скидки. Они пока у нас являются гражданами Украины, которым предоставлено временное убежище. Поэтому на те льготы, очереди, пенсии, которые получают граждане России, они пока права не имеют. Им предоставляется временное убежище в нашей стране на один год. А дальше по желанию, кто будет это гражданство России подавать, кто вернется назад. Поэтому своим работникам, сотрудникам объясняйте и рассказывайте истинное положение дел. Потому что город маленький, полнится слухами, и эта ситуация, конечно, складывается не всегда хорошая. У нас очень требуется помощь по сбору вещей. Понятно, что новые вещи очень трудно собрать, и наши предприниматели несут колоссальную нагрузку сейчас. Мы всевозможную помощь им собираем. И это прежде всего и предприятия, и предприниматели. Поэтому одежду для 152 людей разного размера, особенно обувь, которая дорогая, собрать невероятно сложно. То, что мы первый этап в РКЦ собрали, конечно, его уже полностью использовали. Ну вот 52 ребёнка, которые у нас отправятся в школу и в детские сады. Вчера у нас опять было очень много вопросов у беженцев, и мы ежедневно с ними работаем. Нет обуви и вещей для детей детская. И особенно мы не можем одеть мужчин, потому что нет обуви больших размеров, а у них размеры все с 45-го начинаются. И одежды тёплой. То есть большие размеры. Я к вам обращаюсь, вы тоже к своим коллективам обратитесь, пожалуйста. Всю помощь у нас собирается в РКЦ. На вопрос из зала, на какой срок предусмотрена выплата на содержание беженцев 800 рублей, Наталья Михайловна ответила, что только на месяц. Далее граждане Украины должны обеспечивать себя самостоятельно. Марина Паукова, Денис Тихонов, Новости.